Как сделать детский отдых безопасным? Этот вопрос обсуждался сегодня в областной прокуратуре на открытом форуме. Летние лагеря в этом году ожидает 761 плановая проверка. Каждая служба проводит их самостоятельно. А вот соблюдаются ли законодательства в отношении несовершеннолетних, узнал Николай Смирнов. Трагические происшествия с детьми летом прошлого года в Карелии и зимой в Ханты-Мансийске привлекли самое пристальное внимание со стороны всех заинтересованных структур. Проверки организаций практически не прекращаются. Сегодня изучается безопасность перевозок детей. Уже выявлено около 40 нарушений. Несоблюдение законодательства организациями, осуществляющими деятельность по отдыху и оздоровлению несовершеннолетних, продолжает встречаться, хотя и не носят системного характера, но влечет за собой нарушение прав и законных интересов детей, а иногда их гибель. В нашем регионе отдыхом детей занимается 651 организация. И часто проверки идут одна за одной. Через неделю в это же учреждение выходит Росветнадзор. Еще через неделю в это же учреждение выходит еще какой-то надзор. Поэтому мы не против проверок. Мы хотим просить рассмотреть возможность организации комплексности этих проверок. В этом году на территории региона отдохнут 145 тысяч детей. Из них 85 тысяч в лагерях с дневным пребыванием и более 40 тысяч в оздоровительных. Каждая площадка всесторонне подготовлена. Это в том числе вопросы, связанные с выбором тематики мероприятий, того, что с ними будет делать педагог. Заканчивая вопросами медицинских допусков, продолжая вопросы медицинских допусков, заканчивая антикоррецидной обработкой той территории, на которой работают наши площадки, все это входит в тот минимальный стандарт, в котором действует каждая наша площадка. В конце мая Владимир Путин подписал указ об объявлении десятилетия детства, начиная со следующего года. Это социальная программа, направленная на развитие и поддержку подрастающего поколения. Это и воспитание, и образование, это и вопросы дополнительного образования, и вопросы детского отдыха, это решение проблем детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, и семейных проблем, и работа с родителями, и целый ряд других вопросов. Насколько благополучно пройдет летняя кампания этого года, станет понятно только после ее завершения. Но все структуры намерены приложить максимум усилий, чтобы детский отдых ничем не омрачился. Николай Смирнов, Роман Чинахов, Тюменское время.